Вчера в Стамбуле прошел митинг против репрессивной политики, проводимой Китаем в Восточном Туркистане. В акции организатором которой выступил гуманитарный фонд IHH приняли участие тысячи людей. Участники акции, собравшейся вечером в 19.30 по местному времени, проследовали от мечети Фатих до площади Боязида. Жители и гости Стамбула начали шествие с улицы Февзи-Паша, проследовав до площади Боязид через парк Сараджхане. После выступления главы организации Бюлянта Елдырыма программу завершил теолог Омер Донгель-Углу. Наряду со Стамбулом в различных городах и регионах Турции прошли митинги против репрессивной политики Пекина. Парламент Швеции одобрил законопроект, предусматривающий более жесткую политику в отношениях с Китаем. По сообщениям главы ульгурской организации просвещения Швеции Ниджата Тургуна, 12 и 13 декабря в парламенте Швеции были рассмотрены ульгурский вопрос и положение узников лагерей перевоспитания. Законопроект был одобрен шведским парламентом 17 декабря. Наряду с бесчеловечной политикой в отношении народа Восточного Туркестана причиной принятия законопроекта стали нападки Китая на правительство и СМИ Швеции. Китайское телевидение прервало прямую трансляцию дебатов, в которых кандидаты от Демократической партии США ввели прения перед президентскими выборами 2020 года. Об этом сообщил корреспондент CNN в Пекине Уилл Рипли. Эфир был прерван из-за того, что кандидатам от демократов были заданы вопросы о нарушениях прав человека в Восточном Туркестане и положении мусульман, находящихся в лагерях. Мэр Саутбенда штат Индиана Пит Бутигек заявил, что Дональд Трамп не смог сделать больше в отношении нарушений прав человека в Китае. Россия и Китай выступили против возобновления решения Совета Безопасности ООН, которое предусматривает оказание гуманитарной помощи Сирии, начиная с 2014 года. После долгих переговоров с Россией, в которых приняли участие Германия, Бельгия и Кувейт, решение было направлено на повторное рассмотрение в Совет Безопасности. Несмотря на различные предложения, Россия настаивает на сокращении пограничных пунктов, через которые поступает гуманитарная помощь. Владельцы социальной сети Twitter сообщили, что заблокировали аккаунты 88 тысяч пользователей в Саудовской Аравии из-за ложных данных и рассылки рекламных сообщений. Решение было опубликовано на официальной странице сервиса. По словам владельцев Twitter, как минимум 6 тысяч из заблокированных аккаунтов были замешаны в пропаганде, поддерживаемой властями Саудовской Аравии.